добрый вечер здравствуйте мне очень хотелось бы сегодня поговорить с вами о наследниках каждый из нас прожив часть своей жизни невольно начинает задумываться кому и что я оставлю в этом мире наверное абсолютно для любого дела которое мы делаем важно понимать кому я его передам основы еврейского права наследования заложены в таре а также как мы понимаем в трактатах талмуда и в трудах аллахических трудах более позднего времени но само собой понятно что дети наследуют своему отцу добрый вечер всем все приходит очень приятно и в нашей недельной главе мы много слышим о том что происходит с мошера бейну но при этом практически не видим никакого упоминания про его детей вот мы читаем с вами вот родословная мошера и дальше троеточие да и дальше ничего нет никакой родословной мошера то есть там громко пишется родословная мошера и ничего про это не говорится в отличие от своего брата арона мошера мошера не только не привел в этот мир не породил какого-то особого священного особого такого рода да арон мы знаем это коаним от мошера мы знаем что это левим потому что он от леви они вместе оба от леви да так же как и мирям три брата трое трое детей в одной семье да и поэтому очень удивительно что потомство мошера она просто не сохранилась в качестве некого избранного да то есть мы знаем что вот маши их у нас будет мизера давида царя давида то есть казалось бы кто важнее кто выше муше который вообще самый великий человек и через него пришла нам тора так далее да давид да но тем не менее казалось бы если начинается отсчет еврейской жизни как народа еврейского да то это переходит через мыши и само собой разумею разумеющий казалось бы что дети будут его наследниками его дети мне хотелось бы поговорить о нескольких аспектах этого вопроса давайте вместе вместе с вами попробуем разобраться и понять что и как произошло ну и конечно под конец этого что мы можем из этого выучить потому что так у нас на каждом уроке понятно что у нас евреев никогда не будет однозначного ответа и одного мнения которому мы вместе все с вами придем тем не менее каждый согласится что семейственность это наша еврейская черта и тем не менее мы постоянно видим как в разных ситуациях нам рассказывает что муши рабей но делает то или иное действие и он находится все время в окружении своей семье в каком окружении в окружении кого окружении брата рон и сестры милья мирям или ее сына хура как только мы выходим из египта мы становимся народом и практически сразу начинаются войны если вы помните война самолеком да что происходило мы помним что он поднимается муши рабей но поднимается на гору поднимает две свои руки вот так вот вверх да еще более выше вверх и когда его руки подняты вверх то побеждает израиль кто ему держат эти руки арон с одной стороны и хур сын мирям с другой стороны а через несколько месяцев после этого строится мешкан и кого муши объявляет куаним главными священнослужителями практически главными людьми в народе не своих людей не своих детей а детей арона почему очень странно вы скажете как папа папа может передать представляете папа выстроил на нашем так сказать наше время выстроил целую империю чего-то много лет невероятными трудами выстраивает империю и берет и передает эту империю своим племянником да ну звучит странно как папа может передавать самые ценные что есть в семье вообще корону что понятно что муши это царство да и он ее передает не детям не своим сыновьям а детям с его брата хотя по закону тары царство в еврейском народе передавалась по наследству то есть есть определенные законы наследования правильно ли это да почему как это происходит мы знаем что если арон бы захотел передать свою киуну там я не знаю детям дано он бы это не смог просто закон бы ему это не запретил коэном не может стать никто ни один человек кроме потомков арона и свете этого очень интересно что тарак очень очень мало говорит о сыновьях муше тем не менее все равно есть какие-то небольшие такие предложения что мы знаем о них мы знаем одну простую вещь что к сожалению дети муше не удостоились внести какой-либо существенно положительный вклад в еврейскую жизнь чтобы тара взяла вот и написала их внесла вот свой рассказ детей маше поэтому нам ничего не известно по большому счету кроме того что они были обычными левитами а также мы с вами знаем что когда муше рабейну сбежал первый раз сбежал мы не говорим когда он убил весь народ а сбежал из египта то он пришел в медьян китро и там женился на его старшей дочке цепоре там же у него родилось двое детей и пока не случилось то что он спустился в египет да помните горящий куст и так далее и он должен был когда он пошел в пустыню дал увидел горящий куст всевышний вам приказал что он должен идти в египет и соответственно освободить народ свой то вот до этого момента он все время жил в медьяне со своим тестем с женой и с детьми пока вроде все ясно понятно после приказа всевышнего он берет свою жену и детей едет выполнять приказания и тро отправляется тоже с ним и после этого мы практически ничего не слышим вообще ни о жене ни о детях пока пока что не случилось пока муше уже выведя весь народ из египта и идя по дороге гарсинай да вот и тро получает об этом сведения и он написано что он берет свою дочку с ее сыновьями то есть мы делаем вывод из этого что все это время его дочь была вместе с и тро она не была вместе с маши на и вот он берет и тро и ведет их маши как раз они приходят ко времени получения туры вот 40 лет бужда блуждания по пустыне мы совершенно не получаем вторе никакой информации от того что происходит там с его семьей муж и ну кроме ссоры до женой понятно там когда мирьям вступила в это но сейчас мне про это говорим то есть тора все время говорит об ароне и хури сына мирьям никаких детей муше там вообще нету вот я возвращаюсь опять к словам которыми она практически начала вот родословные маше и после этого перечисляются имена сынов арона вау вообще нам хочет сказать тура да а говорит ура нам совершенно простую вещь что тот кто учит кого-либо торе он становится для них как духовный отец да и муше стал прародителем народа торы и поскольку он занимался со своими племянниками то он является как бы и духовным отцом детей аруна тем не менее один раз настолько тяжело муше все-таки человек да какому не был на каком уровне не был он человек и один раз он все-таки не выдержал и попросил всевышнего чтобы тот сделал его детей его наследниками после чего это произошло если вы помните историю цесла сахада у него было пять дочерей и ни одного сына а закон о наследстве изначально признавал только наследников мужского пола поэтому состояние отца не могло быть востребована дочерьми на эти дочери пришли к муше и пристали перед ним с неким прошением что почему имя отца нашего будет стерто из среды если у него нет сыновей да и попросил я чтобы муше похлопотал выездал такой закон да дал владение отца да среди братьев отца то есть соответственно сделал их наследницами и после того как муше обратился к всевышнему и получил следующий ответ что справедливо говорят дочери слабака да да отдай удела им отца их и после этого всевышний говорит муше включить в законы торе на следующее некое такое положение если человек умирает и сына у него нет то дайте его удел дочери его и в этот момент муше думает понимает что как же так что если даже до царя дочери дочерям слофахада положено наследование то неужели его сыновьям не положено наследовать мне муше рабыину да и он просит всевышнего и что он получает он получает отказ медраж говорит что всевышний ответил муше тот кто выращивает инжир тот и будет есть сладкое мне кажется так звучит этот перевод имея в виду что твои сыновья не занимались торой да вот я шоу тебе много служил и воздавал тебе почет и там расставлял скамейки и поэтому он достоин быть твоим преемником и тут мы с вами понимаем что не просто так тара не вспоминает про детей машин только тот кто воспитывает своих детей только тот может иметь продолжение своего дела то есть если переводя грубо говоря на наш язык если у меня там какое-то строительное дело я хочу чтобы мой сын стал моим преемником я как минимум отдам его учиться не знаю на инженера на архитектора на строителя и так далее то же самое если мы хотим чтобы хотели если муше хотел чтобы его дети ему наследовали то само собой разумеется что он должен был соответственно их воспитывать кроме того мы учим из этого как бы невероятно важную вещь что тура не передается только потому что папа талмитха хам учит ее тура дается каждому евреям если куна как я вам сказала коинство да может быть только у детей арона то тура может быть дано абсолютно каждому кто хочет ее учить есть всем известный такой сипур про маймонида про рамбама про его детство а мидраж рассказывает о том что в детстве учебу ему давалось очень очень тяжело и все усилия по отца помочь сыну совершенно не приносили плодов отцу было невероятно больно от того что муше был первым его сыном и его мама первая жена от первая жена отца муше она умерла очень молодой вот у него единственный ребенок остался после этого он женился и у него было еще много детей и все дети были невероятно умные в учебе старательные и все у них прекрасно получалось маше же совершенно не состояние было запомнить ничего и вот как-то в один из разов они очередной раз учились и маше не в состоянии был понять самых простых вещей и тут папа который он был даяном большим человеком он не выдержал и закричал на своего сына и тогда мальчик очень сильно обидевшись убежал спрятался увидел синагогу вошел спрятался в нее и со слезами начал молиться всевышнему и вот во время этой молитвы он заснул а габая синагоги не увидев мальчика не заметив до его запер синагогу этот остался один там на ночь проснувшись ночью он обнаружил что он один в темноте тем не менее вдруг он увидел вот так вот как бы впереди него вот как прямо как светится арон кодыш и и он открыл его положил вот туда голову да и начал молиться всевышнему стал говорить если ты возьмешь мое глупое сердце я смогу учиться то я обещаю тебе посвятить всю свою жизнь изучению торы и когда он утром проснулся то он почувствовал что в нем появились некие силы а через некоторое время уже все узнали кто такой рэб мойше да рэб мойше маймонит рамбом появилась прекрасная память и выдающие способности в учебе именно от того что он очень этого захотел он настолько захотел приблизиться к что всевышний услышав эту просьбу просто дал ему такую возможность в отличие от него дети маше рабейну не были заинтересованы в этой учебе от слова вообще да и понятно что теперь нам понятно после того что мы как бы сказали что может быть это сделано таким образом чтобы ни один человек не мог прийти не сказать мне сейчас очень трудно учиться и я не могу выучить эту тору потому что тара дана только детям муж и рабы и ну вот как говорится как раз куна дала только дети арона вот они могут быть к ним так только детям уж и рабы и но могут учить туру нет нет и нет да тара принадлежит каждому абсолютно каждому кто родился от мамы еврейки или принял ги-юр и хочет ее учить наверное закончить эту эту нашу беседу да я хочу рассказом очень интересным рассказом если у вас будет силы выслушать я думаю что вы ничего не потеряете про такую вещь которая называется пэссель миха пэссель миха и левит которого миха сделал коином прислужником этого пэсселя пэссель вы знаете что да это это идол это некая скульптура да давайте я сделаю маленький очень краткий надеюсь я смогу кратко это сделать обзор кто такой миха если вы помните в египте у нас была история когда в стену замуровывали детей работали очень тяжело если не рабатывали сколько надо то замуровывали стену детей если не хватало кирпичей вот и понятно что муж и рабы но не мог видеть всего этого ужаса и он спросил у всевышнего в чем виноваты тут дети с вами понятно что случаются такие страшные вещи к сожалению во все времена что не дай бог просто очень страшное что ответа практически нету ответа невозможно дать но тем не менее в том случае всевышний дал ему ответ что я хочу тебя успокоить что все равно из каждого этого ребенка который тут зумровом если вы внизу мара валяя то из него бы выросли злодеи но муж искал я просто этого не могу видеть и всевышнему сказал я даю тебе возможность спасти одного ребенка и ты посмотришь сам что с этого получится и смог муж и способ одного ребенка именно этого ребенка имя которого миха следующий раз к митраж митраж я вам рассказываю из митраж и все следующий митраж рассказывает о том как муше чтобы найти запрятанный гроб юсефа в реке нил да делает специальную табличку специальная табличка с изображением быка и идет по берегу нила держа йода пока как знаете как сейчас такой сенсорный макширчик которым ищет где там спрятано что-то вот значит этим сенсорным макширчиком он находит гроб юсефа этот гроб юсефа всплывает да то есть мы понимаем что это некая некая особая такая структура обладающая особенной силой именно про эту табличку и вам говорю это же самая табличка ее с собой миха захватывает когда выходит из египта и в следующий раз она у нас всплывает когда когда евреи ошиблись с подсчетом и решили что прошло 40 дней как вы помните они сделали золотого тельца кто был зачинщиком этого золотого тельца говорит один из митрашей это был этот самый миха и с помощью этой самой таблички он был главным участником и зачинщиком до в создании золотого тельца и соответственно делаем следующий скачок и вот приближаемся к вас с вами к времени повествование вот именно об этом песаль миха то что я хочу сказать об этом как бы к вам уже сказала корень души этого мехи из нехорошего места и так получается что человеком порядочным ему видимо было жить очень трудно и поэтому когда уже так сказать находится в эра цесраэль и все должно быть вроде бы прекрасно что он делает его мама собрала она собирала очень была очень богатые женщины идут жили скромно и она собирала копеечку копеечку шекель к шекелю собрала огромную сумму в тысячу сто шекеля серебра и вдруг в какой-то момент она обнаруживает пропажу этих денег этот миха ворует эти деньги у своей мамы в тот момент когда его мама обрушивает весь свой гнев и ненависть и проклятие на вора до миха пугается и отдает и деньги тут мама на радостях начинает говорить что у меня сын благословенный ну как же вот смерти там единственного спасли из египта да и в золотом тельце он тоже там принимал такое ответственное как бы место занимал и это мама заявляет о том что эти деньги могут пойти только на что-то очень святое что-то обязательно для всевышнего мы знаем что муж и же в этот момент умер и ашу умер да и в земле израиля некий такой балаган когда между царствами и в этот момент этот миха решает что единственно правильный выход это построить вот этот песаль некий такой благо уже у него был пример золотым тельцом он взял все деньги пошел заказал статую некая статуя с особой маской плюс к этому он изготовил таких небольших тарафим небольших маленьких истуканов если вы помните да кто и когда их собой забирал и эти тарафим они были их не его неким проводником с которым он советовался он занимался колдовством до советовался при необходимости там принимать какие-то решения или наоборот узнавать некую информацию и недостаточно это он заказал также и турим урим и тумим да ты заказал специальный такой и вот специальной такую жилетку специальную одежду для коэнов и сначала одела в него своего сына чтобы сын занимался как бы служением вот этому самому идолу которому он создал и настолько в нем взыграла гордыня да что он решился недостаточно что он сделал такого идола недостаточно что у него сейчас есть с кем с чем советоваться он хочет чтобы у него было точно так как в кроме он хочет чтобы этого идола обслуживал коэн коэн или леви вот гордыни ему сказала ты сейчас создаешь свой храм ты вообще-то на таком уровне и так далее где же найти коэн или левита и вот он как-то по дороге встречает некого путешественника и узнает у него от того что он что он левит и начинает сразу уговарить его поступить к себе во служение к его идолу обещав там очень хорошее пропитание уважение и так далее как вы думаете кем был этот самый левим про который вам рассказываю это был муж это был внук муж и рабейну сын его старшего сына сын того сына который и тро оставил себе на воспитание по соглашению с муж и рабейну когда тот женился на цепоре до внук того самого сына который жил все время в доме и тро правда там понятно что они иногда видели дедушку видели муж и рабейну да тем не менее да он воспитывалась у и тро и так далее но как могло оказаться что внук маше рабейну занимается а водой зарой становится коэном и на протяжении огромного количества лет что совершенно так сказать тоже непонятно этот идол просуществовал порядка 400 лет эти 400 лет написано что этот леви его обслуживал то есть всевышний ему дал некую определенную долгую жизнь которую практически никому тогда так не давали тем не менее его спросили как ты можешь как ты можешь заниматься а водой зарой как ты внук такого человека можешь заниматься а водой зарой и он сказал я выучил от дедушки дедушка этому широбейну да что продай себя в а воду зару но только не будь обязан другим людям да ты можешь идти заниматься водой зарой но не будь должен никаким людям деньги можно ли в этого поверить это вообще какой-то да он не жил много времени с дедушки с дедушкой он жил со своим отцом жил с другим дедушкой да с прадедушкой жил и видимо он неправильно понял эти слова то что дедушка ему говорил муж и жиробейну имел ввиду что не попрошайничай никогда у людей и если у тебя нет денег иди занимайся даже работой которая тебе неприятно которые не подходят твоему склону характера главное работой они сиди на шее у других да да это еще сказал муж и рабы но говорил своим детям а также всему еврейскому народу у нас известно что есть только коаним которые служат коаним и леви им служат в храме остальной еврейский народ должен работать каждый человек да если есть единицы толмиде хахамим то это особая как бы статья но не единицы вот такие такое стечение обстоятельств и такое случилось с сыновьями с внуком моши дальнейшая их судьба уже практически неизвестно и в туре нет упоминания про них так что же мы выучили вот за нашу сегодняшнюю беседу наверно главная вещь это что тура и заслуга учеба тары не наследственное дело это то что каждый человек может сам заслужить да и в отличие от куны да когда коэном может стать только тот кто коэн по крови а вторая вещь которую я думаю мы тоже услышали из этой беседы что нежелание родителей заниматься своими детьми и передавать им любовь к торе может привести к тому что их дети отойдут от своего источника и исчезнут как евреи вообще мало того мы поняли из всего этого рассказа что если бы мушей не пожалел своих детей и не отправил бы их с утро назад медиан да то его дети были бы близки с последним и пройдя все испытания как прошел весь народ да и все трудности они бы прикрепились душой к папе и к туре но они уже пришли к получению торы уже пришли на все готовенькое ничего сложного не делая да не участвовали во всех переходах не участвовали во всех так сказать не переходили море вместе с папой не не было лишений да и поэтому это лишило их очень важной учебы важного понимания становления народом и может быть я хочу сказать что не просто там каждому человеку сказать окей я там выучил законы я принимаю юр или я там делаю джу я возвращаюсь что-то соблюдать да даже недостаточно одеть черный пиджак и шляпу для того чтобы стать религиозным человеком вся все это наша работа к всевышнему всевышнему это приходит с годами тяжелейшего труда труда и постоянной любви к всевышнему я желаю каждому из вас не бояться этой работы потому что от нее вы и сами растете в духовном смысле и в человеческом плане и заботитесь о продолжении своей семь продолжение себя не только семей себя и целого еврейского народа хорошего вам вечера и до следующих встреч до свидания